В общественном центре состоялось пленарное заседание очередного 8-го Суглана-Съезда Эвенков Республики Саха-Якутия. В его рамках было проведено много мероприятий, которые заинтересовали всех участников съезда. Кроме делегатов, в работе Суглана-Эвенков участвовали народные депутаты Государственного собрания Илтуны, руководители исполнительных органов государственной власти, главы администрации муниципальных образований мест традиционного проживания Эвенков, представители общественности республики. Работа Суглана началась выступлением фольклорного ансамбля «Аджиган Хоктон» из Жиганского национального Эвенкийского района. С отчетным докладом выступил богин Ассоциации и Венков Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Варламов. Можно с удовлетворением отметить рост этнического самосознания и растущее внимание представителей нашего народа своим культурным традициям. Сказанное можно наглядно проиллюстрировать всего на одном примере. По переписи 2010 года в Якутии проживало 21008 Эвенков, из которых владели родным языком 1179 человек, то есть 5,6% от общей численности. По переписи 2020-2022 годов в Якутии проживает более 24400 Эвенков, из которых число владеющих родным языком увеличилось до 2781 человека, что составляет 11,3%, то есть налицо 100% рост. За отчетный период Эвенками Якутии реализовано большое число важных общественных инициатив и крупных проектов в сфере образования, культуры, науки, защиты окружающей среды. В числе таких инициатив можно с удовлетворением отметить организацию самого масштабного республиканского праздника Бакалдын администрации и общественностью Оленёкского национального янкийского района в 2022 году. И не менее яркого и организованного праздника, проведенного администрацией и общественностью Жиганского национального янкийского района в 2023 году. Важным направлением общественной деятельности является творчество. Мы гордимся успехами наших замечательных коллективов Эннекен, Долбор, Чечебель, Хаглен, Гиркилен и многих других. Радуемся творческим успехам наших исполнителей и создателей современной янкийской музыки. С большим удовлетворением отмечаем увеличение числа руководителей национальных янкийских районов и наследов из числа представителей нашего народа, их профессиональный рост и желание улучшить жизнь наших сородичей на местах. Вместе с тем существует большое число проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Далеко от совершенства состояния деятельности по сохранению благополучия экосистем в местах компактного проживания наших сородичей. Несмотря на то, что во многом это обусловлено внешними факторами, наше участие в этом процессе необходимо, потому что никто, кроме нас, не сможет защитить здоровье нашей земли так, чтобы потомки имели возможность благополучно существовать на ней. К сожалению, вынуждены констатировать тот факт, что отрасли традиционного хозяйства и венков пока не получают должной степени развития, основывающиеся на росте экономической эффективности. Во многом благодаря мерам государственной поддержки нашей общины пока существуют. Но нужно себе четко представлять, что дотации и субсидии – это лишь временная возможность сохранить традиционное хозяйство. Но это не обеспечивает потенциал и перспективы развития. Всего через два поколения в условиях отсутствия преемственности мы можем остаться без своего главного потенциала – человека-оленевода и человека-охотника. Наша традиционная хозяйственная деятельность должна постепенно приобретать большую экономическую эффективность. Объективные законы экономики предельно точно указывают на необходимость развития производства, стремление на внешний рынок. Ведь потенциально вся продукция нашей хозяйственной деятельности востребована на международном рынке. Чтобы его достичь, необходим капитал и труд. Но определяющим фактором в этом процессе являются знания. Нашим сородичам, умеющим лучше других охотиться, содержать оленей и выживать в сложнейших условиях, теперь необходимо научиться быть производителями и предпринимателями. Чтобы создавать конечный продукт и реализовывать его на внешнем рынке по той цене, которая обеспечит экономический рост и достойный уровень жизни. Только в этом случае в тайгу вернутся наши женщины, с родителями останутся наши дети, которые могут достичь еще больших высот и высоко поднимут статус таежника и тундровика. Делегатов Суглана поприветствовал министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Владимир Николаевич Черноградский. В нашей Республике много сделано и делается для улучшения жизни коренных народов Севера. Принято более 20 законов, позволяющих регулировать вопросы традиционной отрасли хозяйствования, развития, сохранения языка, образования и здравоохранения. Вы все знаете, у нас есть в Государственном собрании отдельный комитет по вопросам коренных молодчисленных народов Севера и делам Арктики. У нас бессменный председатель постоянного комитета Елена Христофоровна очень плодотворно работает. У нас введен институт, уполномоченный по правам коренных молодчисленных народов Республики Саха-Якутия. На сегодня приняты основные стратегические документы Республики по развитию арктистской зоны Республики, концепции устойчивого развития коренных молодчисленных народов до 1935 года. Это приоритетные вопросы государственной политики нашей Республики. На восьмом съезде Ассоциации коренных молодчисленных народов Севера глава нашей Республики Есен Сергеевич Николаев подчеркнул, что в Республике всегда было и есть бережное внимание и отношение к защите интересов коренных молодчисленных народов Севера. Это исходит с традиций нашего совместного проживания и с понимания нашей уникальной роли в развитии Якутии. Вы веками храните и обживаете огромные территории и с поколением в поколение сохраняете культуру женестойкости. И это имеет для всех якутян особое значение. Я урожаю огромную признательность и благодарность за преданность своему делу, пропаганду культуры и традиций коренных народов. Пусть сохраняется первозданность традиций, доставшихся нам от предков, и в то же время пусть есть традиции, и эти традиции гармонично вплетаются в новую жизнь будущих поколений. Делегатов съезда также приветствовала заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Татьяна Николаевна Пяткина и вручила государственную премию имени Глафиры Макарьевны Василевич за сохранение эвенкийского языка старейшине Нине Прокопьевне Пудовой. Ирина Николаевна Пяткина Я приехала из села Эйенгра Нерингринского района, где живут эвенки, оленеводы и охотники. У нас есть община Нюрмаган. Это община моего старшего брата. Я сейчас сама на пенсии и живу в общине в Тайге. Помогаю там. У меня шестеро детей, одиннадцать внуков и один правнук. Хотя я и на пенсии, но помогаю всем. В школе учить детей языку. Вот на центре помогаю учить песни и танцы. Все во время праздников и пою, и танцую сама. В школе Арктика ежегодно провожу обряды и тоже помогаю им. Что бы вы пожелали эвенкам, чтобы они сохранили язык? Я встретилась с эвенками из Жиганского района. С ними разговаривала и подумала, что они молодцы. Они говорят, что у них нет старых людей, которые знали бы язык и обучали бы ему. Но они сами все изучают по книгам. Со мной они разговаривали, и я поняла, что они хорошо будут знать свой язык. Общалась также с хатастырскими эвенками. Они тоже знают эвенкийский язык, поют хорошо. А мы в Йенгрии знаем язык. Старики разговаривают, детей своих учат. И я думаю, что сейчас мы, все эвенки, будем собираться, встречаться на сугланах, общаться, разговаривать. И тогда эвенки не забудут свои обычаи и язык. Я так считаю. Деликаты суглана рассказали о своих делах. Я считаю, что самое главное, мы начали с того, что мы большую работу ведем по языку. У нас активизировался Молодежный совет. И правление ассоциацией уделяло внимание именно тому, чтобы мы каким-то образом способствовали на местах, в районах, с выездами. Это все делалось к тому, чтобы у нас эвенкийский язык начал давать роски. Вот это одна из самых главных наших направлений работы. За эти пять лет у нас во всех местах проживания эвенков работает промышленная компания. Эта тема сбита, потому что промышленность у нас работает еще с дореволюционных времен. В советское время, когда были экспедиции, допустим, в моем жиганском родном районе постоянно стояли экспедиции, постоянно проводились изыскания. Поэтому это тоже направление, которое ассоциация эвенков постоянно держит на контроле. Как на прошлом съезде было направление, что взята работа с районами. Усилить работу с районами. Я хочу, чтобы на следующем этапе развития ассоциации эвенков эта работа была продолжена и углублена. Потому что районы – это самое важное звено. Самое важное звено сохранения эвенкийского народа, эвенкийского клада жизни. И работа с районами, с молодежью, партнерские отношения должны мы выстраиваться с промышленными компаниями, со всеми хозяйственными субъектами на наших землях. И обязательно, конечно, вот все равно я ставлю вопрос, это у нас развитие языка в тех местах, где его у нас практически нет. Постоянная наша забота – это возрождение костюмов и привлечение к делу изготовления сувениров, атрибутов наших женщин. И занимаемся вот как бы изучением. Выпустили две книги по костюму, именно по эвенкийскому костюму. Ассоциация Венков, я считаю, что очень хорошо работает. Когда я впервые лет 10 чем-то назад пришла, ну, было массовости почти не было. Молодежи там, детей. Ну, дети были, но чтобы они вовлекались в общественную жизнь, чтобы они чем-то занимались, сейчас вообще другая картина. Я очень радуюсь этому. Ассоциация эвенков – это одна из основных, самая многочисленная этнос среди коренных народов. И мы, конечно, плотно во всех сферах деятельности, в сфере КМНС мы работаем. Несколько законодательных инициатив уже реализованы. Например, по территориям традиционного природопользования наша ассоциация очень плотно работала. По итогам этой работы уже общины наши уже получают возмещение там, например, от ущерба, от недропользователей. Очень много вопросов сейчас по традиционной охоте, по этой части тоже ассоциация плотно работает. Мы, муниципальные образования, тоже сотрудничаем нашей ассоциацией в сфере сохранения культуры, языка эвенкистского народа. Ну, вообще вот хотелось бы, чтобы и другие муниципальные образования, именно национальные наследия, районы, чтобы мы все объединили усилия. И вот наша ассоциация – это как бы наш центр, консолидация, да, объединяющий нас. И мы должны вот как-то консолидироваться силами, свои силы, возможности, чтобы как-то спасти наш народ, сохранить нашу культуру, сохранить наше оленеводство, поддержать наших людей. Вот, в этой части нужна наша ассоциация. И мы, муниципальные, ну, главы муниципального образования, должны помогать и вместе работать. Мы, муниципальные, мы будем надеяться разведить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Впервые в 2019 году провели венгийский праздник Сенилген, но наша деятельность, естественно, праздниками не заканчивается. Мы активно участвуем в грантовой деятельности, собственно, притворяем грантовые проекты именно для проведения в том числе и праздников. Мы помогаем нашим сородичам из кочевых родовых общин участвовать в тех же проектах. Ассоциация Венков Республики, конечно, нам очень помогла при создании нашей общественной организации. В первую очередь мы стараемся по мере возможности, можно даже сказать, регулярно участвовать в республиканском бакалдыне. Благо, дорога наша позволяет. И появилась у нас с 2018 года оптоволоконная связь. Это тоже способствует нашему развитию в том числе. И плодотворными мы считаем проведение таких тематических мероприятий, круглые столы о традиционной хозяйственной деятельности, вопросы рыболовства, охотничьего промысла и оленеводства в том числе для нас. О территориях традиционного преждопользования для нас это вообще красной нитью идет, одним словом. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Мы ведем работу именно по сохранению культуры, языка, обычаев, обрядов, также территории традиционные, предопользование, традиционные занятия коренных младшистых народов. И по этой части мы ведем работу. Что конкретно сделано? Сделано. Вначале мы как начали работать, национальные одежды люди, вот даже простой пример, люди не носили. Мы узнали, какие одежды носит эвенкийский народ, женщины, мужчины, и как наши предки одевались. С этого начиная мы начали шить себе одежды. Потом организовались фольклорные ансамбли, детские фольклорные ансамбли коренных младшистых народов, эвенков именно. И одежда их каждым годом становится лучше, совершенствуется. И сейчас вот они объездили все страны, можно сказать, заняли места. И также эвенкийский район, как эвенкийский район, дети представляют на научно-практических конференциях. Очень много пишут о обычаях, обрядах, о культуре, о своих дедушек, бабушек, чем они занимались, что они делали. Оленеводством и рыболовством занимались наши предки. И мы так и держим оленей сейчас, вот имеется, но правда очень сложно, их становится численности мало. Но в этом году управление сельского хозяйства купил оленей с Авенопатантайского района 500, потом еще 300, 800 оленей. Решили, значит, еще обновить, увеличить количество голов оленей. В последние годы, вот по указу главы республики, у нас работает программа «Молодой оленевод». И действительно, для улучшения жилищных условий установлены в республике социальные выплаты размера 1 миллиона рублей молодым оленеводам до 35 лет и проработавших в оленеводстве в течение 4 лет. Поэтому и вот такая есть программа. Также по поддержке молодых специалистов у нас действует программа социальной поддержки молодых оленеводов, ну, специалистов, которые выпускников средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений. И к ним установлены социальные, ну, такие выплаты для молодых специалистов в течение 3 лет после окончания учебы. Это вот такие выплаты стимулирует, чтобы молодежь, выпускники, ну, с артических, с северных районов, чтобы работали у себя на родине. В первую очередь, конечно, это сохранение традиционной культуры, традиционного хозяйства, языка и вообще всей культуры и венков. Ну, что для этого делать? Ну, для этого, конечно, наше сообщество, все стараемся вот сохранить, возродить свою культуру. И наша цель, цель в данное время, вот, конечно, пропагандировать больше широкой массе, да, венкийской культуры. Я очень рад присутствовать на восьмом съезде венков, являюсь также делегатом. Собралось много венков со всех улусов, со всех районов. Очень много интересного рассказывают, делятся своим опытом. Я очень рад присутствовать на таком собрании. Работа восьмого суглана эвенков республики Саха-Якутия прошла очень плодотворно. И, как сказал Александр Николаевич Варламов, вновь избранный богином эвенков Якутии, мы, эвенки, должны быть хозяевами на своей земле. Этой идеей и должна быть пронизана вся работа ассоциации эвенков республики Саха-Якутия в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok